Добрый вечер, инспектор ДПС, лейтенант полиции Калина Рекузова. Мероприятие у нас сейчас 4.09, Дреза Вадим. Водительское удостоверение, документы машины, будьте, пожалуйста, добрые. Используют метод массовой проверки. На определенном участке дороги за минимальный промежуток времени нужно проверить максимальное количество водителей. Автомобили загоняют в специальный коридор. Задача сотрудника дорожной полиции установить, есть ли у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения. Первый признак это запах алкоголя, то есть все чувствуют. Также изменение кожных покров лица, то есть человек краснеет или с поведением соответствует обстановке в случаях, когда человек находится в наркотическом опьянении. Также, как сказать, человеком мандражируют руки, трясутся, то есть значит что-то не так. Случается, что во время таких рейдов выявляют и другие нарушения правил дорожного движения. У водителя не оказалось страхового полиса и, естественно, тонировка лобового стекла и всех, то есть стекол. И это послужило причиной разворот, то есть увидел нас, испугался, увидел, что проводится профилактическое мероприятие и уехал. Хотел скрыться, так сказать. Ну, был задержан, то есть сейчас на него состоит административный материал. Профилактические рейды нетрезвый водитель сотрудники инспекции проводят еженедельно в разных точках округа. С начала года на территории Орехово-Зуевского городского округа, по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло два человека. Также проводится большая профилактическая работа по выявлению водителя не только в рамках массовых проверок, но и экипажами ДПС. К проведению подобных проверок автолюбители относятся с пониманием, осознают, для чего они нужны. Наверное, чтобы предотвратить меньшее количество людей в нетрезвом состоянии за рулем, чтобы избежать аварий. С начала года выявлено 122 водителя под шофе, еще 78 отказались от прохождения освидетельствования. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. В ходе последнего рейда было проверено более 100 автомобилей. Водителей с признаками опьянения не было.